Добрый день, глядите в этом выпуске. В рамках акции «Наши дети» у Гомельским Державным Цирку пройшла областная доброчинная елка. Ельские кондитеры отримали саребранный медаль на республиканском профессийном конкурсе. В регионе складены первые протоколы за незаконную вырубку новогодних древ. И больше подробно об этом и не только. В рамках акции «Наши дети» у Гомельским Державным Цирку пройшла областная доброчинная елка. Сирот амаль 1500 удельников, переможцы творчих конкурсов, дети с обмежеванными махчимостями, выхованцы шмадзетных, малозабеспеченных и приемных семьях. С программой свята ознайомились наши корреспонденты. Тематичные гульнявые пляцовки, танцевальный калейдоскоп и караоке. На галунном новогоднем детяшем святе кожный повинен снасти заняток по интересах. Те, к минимуму, подивиться шамусти текавому. На кшталт человека лямпочки. У сяго лямпочек на костюме коля 150. И человек, хоть и нагадывая пересованную елку, отчувая себе утульно. Люди реагируют довольно-таки интересно. Они такого еще не видели. Это очень необычно для них. Обычно, если что-то свеется, это обычно какая-то статуя или что-нибудь такое статическое. А когда человек танцует в таком костюме, это очень необычно, очень нравится. У дельники галунной областной елки – дети с обмежованными махчимостями, выхованцы шмадзетных, малозабеспеченных и приемных семью. Подчас акции «Наши дети», якая протягнется до 8-го студеня, у всех таких детей наведуются представники органов УЛАДы, предприемству и громадских организаций. Кабы казать допомогу и подтримку. Кристина Павлова, разом с двумя иншими детьми, живе у приемной семьи у Мазыры. Сестра, она немножко помладше, ей 7 лет, мне 8 лет. Меня зовут Павлова Кристина, а мою сестру зовут Ставицкая Марыси, моего брата Атамович Андрей. Я хожу в Олег, я там занимаюсь, я там танцую, а моя сестра там танцует и поет. Еще одно подтверждение талиновитости наших детей. Новогоднее представление за делом наученцев у стану аддукации Гомельской в области. Хоть только с певами и танцами справа не обмежевывается. У символичных конвертах от вушнего региона проекты, якие яны плануюсь реализовать на протягу наступного года. Брагинский район представил программу супросовництва городских и сельских школ. Гомельский пропоновал створение отрада по охове бездомных живел. Жлобинский – марафон школьных сродков массовой информации. Хармянский – допомогу ровесникам за вмежаванными махчымастями. Хойницкий – просто робить приемные дробязи для тех, кто побач. И во всех выпадках это шлях до самого доскональвания. Наученец другой Калинковицкой средней школы Владислав Малашенко на властном опыте переконався. До этого необходимо мкнуться. Хлопчик – владельник диплома третьей ступени агульно-российской олимпиады по основах православной культуры. Я узнаю много нового. Мне нравится именно этот жанр направления, то, что я изучаю Бога, я изучаю историю даже. Это очень связано. Як кульминация свята, подведение выника областной акции «Усе дети – наши». Десять навученцев, злику дятей за вмежаванными махчымастями, які досягнули значных перемог у республиканских и областных конкурсах, отремливают подарунки от областного выканавшего комитета. Я не сдоляли показать приклад іншим. У житті нема нічого недосягального. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Євген Макенка, телерадиокампания «Гомель». До інших тем. За 11 месяцев этого года СЭС «Гомель-Ратон» притягнула у экономику больше 10 миллионов долларов промых замежных инвестиций. По информации керавництва администрации СЭС, это больше, чем было заплановано на весь год. Притоки инвестиций забеспечены у первую чергу за кошт замежных резидентов, зарегистрованных у этого года. Усяго пришло шесть новых инвесторов из России, Украины, Италии и Краин Балтии. Некоторые из них плануются в наступном году приступить до выпуска продукции. У свою чергу резиденты, которые были створены у попередних годов, забеспечили выполнение заданий по экспорте. Как вядома, с первого студеня 2017 года в связи с унификацией законодавства краин-дельниц ЕАЭС вводятся новые правила, по яких будут функционовать свободные экономичные зоны. Это потягнет за собой адмену некоторых и льгот, и преференции. Не глядячи на это, никто из резидентов не выказал жадание выйти за свободные экономичные зоны «Гомель-Ратон». Нотариальные конторы Гомельской округи у святочные выходные меняют график працы. У субботу 31-го Снежня установы будут примать наведывальников только до 15-ти годин. Другого студеня в регионе працевать будут усяго пять нотариальных контор. По одной – у Центральными Советским районах Гомеля, и по одной – у Мазыры, Речицы и Светлогорску. Ельские хребопеки отримали саребранный медаль на республиканском агляде якости кондитерских выработок. Причем, это не первая узнагорода, якой отзначается працем особых специалистов. Олег Сенцеров познайомился с оправданными майстрами. Об такой разностаенности продукции на полицах году 30-го можно было только марить. Правда, за минулый час заменився не только ассортимент, а и сам покупник стал больше потребованием. Теперь ему хочется, как было не только шмат, а еще и корыстно. Серебряная медаль республиканского агляду якости кондитерских выработок на хлебозаводе Ельского районного споживецкого товариства оценили не просто, как перемогу, а и подтверждение правильности взятого на керунку. Сегодня на рынку хлебобулочных выработок конкуренция такая высокая, что притягнуть покупниками на вид своей продукции вельменья просто. У Ельску вы решили извернуться до старожитных рецептов, как хлеб был, как у бабули, смачным и заховываясь протягивать час. Происходит брожение, и за счет молочнокислых бактерий, которые имеются в муке, происходит рост хлеба. И смесь хлеба настолько натуральная. Нет никаких улучшителей и добавок. Ельский район на Гомщине наполнен один из нешматликих, где проразуют одразу пять майстров-поваров. Это наивысшая категория, когда человек может не просто нечто смешно приготовить, а научить своему мастерству инших. Причем двое из этих майстров, еще и призеры третьего международного кулинарного фестиваля. Теперь Людмила Лось и Татьяна Федюкевич постоянно распространяют новые стравы, чем приемность являют гостей мясовых кафе и ресторана. Мясо-сюрприз – это свинина, запеченная в духовке с яблоками. Отбивается свинина, внутрь фаршируется яблоками, заворачивается рулетиком, запекается в духовке. Свинину подаем с яблочно-мятным соусом, яблоко бланшируем вместе с мятой, взбиваем в блендере, оформляем на тарелке, подаем. Татьяна Федюкевич, до речи, еще и член Республиканского экспертного совета поваров, каже, что постоянно экспериментуя с продуктами, навод колеи анализовались совсем несумещальные. Тем более, что недохопы навод у тех же ранее экзотичных, где нас в фруктах сегодня нема. Часто эта экзотика неадренность получается с традиционной белорусской кухней. В вынику заявляются новые стравы, которые можно попробовать только в Ельском районе. И это уже местовый бренд. Мы можем рыбу подать с апельсином, с фруктами, потом мясо с яблоком, креветки с мясом. И потом смотрим, сочетается оно, это блюдо, или не сочетается. Вкусовые качества, конечно, чтобы были. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель», ЕСКИ район. В регионе складены первые протоколы за незаконную рубку новогодних древ. В Жлобинском районе супрацовники инспекции аховы живёльного и рослинного свету затрымали же хара вёске баболка. Мужчины, які працюе вальщиком лесу, нарыхтовал до свята три сосны. Документов на их рубку он не меу. Теперь ему придется компенсовать нанесенную природзе шкоду и заплатить немаленький штрафу по меры до 50 базовых величин. Як организовать школьникам цикавый и головный обеспечный отпочинок на зимовых каникулах? Про гэта сёння ишла размова подчас промога эфиру программы задай пытанья уладзе на радио Гомель+. Гостем студы стал намесник старшыни комиссии по справах неполнолетних гомельского облывы канкама Яуген Миткевич. Новый год – клапотный час, однако у перецвяточной Митусни дорослые неуяким выпадку не повинны забывать про своих дятей. Подчас зимовых каникулах у школьников з'является шмат вольного часу. Головная задача батьков и усих субъектов профилактики – организовать его с максимальной корыстью и безпекой. Как и обычно, традиционно разработан областной план «Новый год без правонарушений», который предусматривает различный комплекс мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в подростковой среде, ну а также на профилактику гибели детей от внешних причин. Данным планом будут задействованы все субъекты профилактики, в том числе и подразделения отделов по чрезвычайным ситуациям, инспекции по делам несовершеннолетних, а свод, ну и, соответственно, субъекты профилактики, в частности, это учреждения образования, культуры и спорта. На зимовых каникулах во установах адукации Гомельской области будут спрацовать больше, как 350 лагеров, спортивные и культурные мероприемства, гульни, экскурсии, наведывания театров и музеев. Формы и виды занятостей детей самая разная, однако усеяны накерованы на тое, как притягнуть их до корыстной справы, творчасти и саморазвиття. И на этом выпуск завершенный, у студы працавала Наталья Игнатенко. Мы сочим с разведцем падзей Гомелей в области, заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин